Сороковые, роковые, военные и фронтовые, Где извещения похоронные и перестуки эшелонные, Гудят накатанные рельсы – просторно, холодно, высоко, И погорельцы, погорельцы Кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, Где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный, И у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный, И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, И пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало, Война, беда, мечта и юность, И это все в меня запало, И лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, Свинцовые, пороховые, Война гуляет по России, А мы такие молодые. Стихотворение «Сороковые, роковые» было написано участником войны Давидом Самойловым, настоящая фамилия Кауфман в 1961 году, через 20 лет после грозных событий. На его слова сложена песня. Жанр произведения – лирико-автобиографический монолог. Лирический герой стихотворения – человек, брошенный в ужасы военного времени. Это молодой парень, чьи светлые надежды на счастье перечеркнула война. Однако и посреди творящейся вокруг трагедии он по своему возрасту не теряет оптимизма. Война, беда, мечта и юность причудливо совпали в его судьбе. Герой стихотворения в обстановке, когда война гуляет по России и погорельцы кочуют с запада к востоку, смог удержать в себе способность остро воспринимать жизнь, вбирать самые разные её впечатления. Он не утратил молодых чувств, молодого задора. Первые два четверостишья же выписывают картину военного времени, где извещения похоронные, перестуки эшелонные и толпы беженцев. Во второй части автор обращается к самому себе. Он вспоминает, как в ранней юности, худой, весёлый и задорный, в замурзанной ушанке, оказался в самой гуще войны. Со смесью грусти, побылом и горечи Самойлов рисует свой тогдашний портрет с табаком в кисете, хлебной пайкой, в балагурстве девчонками. Автор даёт понять, что он, хотя и сознавал грозный смысл творившихся вокруг подлинно роковых событий, но по молодости не до конца чувствовал душой его драматизм. Это драматическое чувство очнулось в нём лишь потом. В заключительном четверостиши автор повторяет две первых тревожных строки стихотворения и вновь сопоставляет их с темой собственной юности. Композиция стиха замыкается. Размер произведения – четырёхстопный ямк. В нём используются смежные перекрёстные рифмы. Художественные впечатления усиливают резкие, чеканные эпитеты – роковые, пороховые, свинцовые, накатанные и хлёсткие метафоры. Война гуляет по России, Погорельцы кочуют. Аллитерации ракочущей согласной эр в словах «сороковые», «роковые», «фронтовые», «похоронные», «перестуки» помогают возбудить у слушателей чувство тогдашней неотвратимой всеобщей беды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова